Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа специального интервью. Меня зовут Евгения Августина. И сегодня мы совершим путешествие в прошлое, назад в СССР. Именно так называется очень популярный Звенигородский музей. А сейчас мы поговорим об идее создания, об экспонатах, которые здесь представлены, с одним из основателей Натальей Людвиговной Бакунчевой. Здравствуйте! Здравствуйте! Наталья Людвиговна, как родилась идея вернуться туда, назад в СССР? Ну, вы знаете, мы три подруги примерно одного возраста. Ну, вечерами иногда сидели, разговаривали и думали, что бы сделать такое, чтобы это было не просто интересно нам, а интересно всем. И у нас пришла такая идея, что все-таки мы скучаем по тому времени, мы жили в том времени. И мы вот решили сделать такой музей. Мы его создали. Экспонаты у нас были, так скажем, свои небольшие старые дома. То, что вы здесь видите и увидите в этом музее, очень многое сначала из наших домов было. А сейчас люди стали нести нам, дарят в дар. Большое им спасибо. Мы очень благодарны, потому что самим собрать вот такую коллекцию было бы очень тяжело. А сколько времени прошло от зарождения идей до, собственно, открытия музея? Меньше месяца, так скажем, потому что это было настолько интересно. Мы заразились этой идеей, вот прям огнем. Мы работали практически по 12-15 часов, создавая вот этот музей. Мы сами придумали, сами составили всю эту экспозицию. Поэтому все это, я считаю, что за месяц произошло очень быстро. И это людям интересно, потому что это в тренде. Все люди устали от того, что они не понимают, что будет завтра. А тогда мы жили все-таки в будущем. Мы знали, что будет, когда проснемся, что наши дети пойдут в школу, что они пойдут в пионерлагерь, что у нас всегда будет работа. Вот за счет этого людям очень нравится, они с удовольствием сюда приходят, в наш музей. В интернете есть очень много шуток про дружный женский коллектив. Три подруги не рассорились, когда создавали музей, или строгие единомышленники? Вы знаете, каждый из нас дополняет друг друга. Конечно, бывают такие моменты, когда мы особенно делаем какую-то экспозицию, мы спорим, доказывать друг другу. Каждая женщина видит видение по-своему. Но мы потом приходим к одному мнению, и, как вы видите, за счет этого у нас интересно. Я так понимаю, что в этом музее все вы делаете сами? Все, абсолютно все. От мытья полов до выставления экспозиции. Абсолютно все, что можно, мы делаем сами. Потому что детище – это... Мы приходим сюда домой. Я всегда говорю, что мы не приходим не на работу, мы приходим домой. Поэтому мы горим этой работой. Мы приходим сюда с удовольствием. И когда люди к нам идут, многие плачут, руки целуют и говорят большое спасибо. Вы уже сказали, этот музей был создан, потому что скучаете по тому времени. А почему скучаете больше всего? Вы знаете, было интересно, было весело. Мы друг друга знали. Несмотря на то, что большой дом, пять этажей, казалось бы, столько много народу. Каждый знал друг друга по имени. Дети дружили, взрослые тоже дружили. На Новый год выходили все на улицу около елки. Да, любой праздник. Первое мая, девятое мая, седьмое ноября тогда было много таких праздников. Было очень дружно. Мы не боялись за своих детей. Они гуляли у нас спокойно. То есть мы оставляли ключики под ковриком. Еще и могли написать на двери, что ключик лежит под ковром. Возьми там записочку ставить. Мы не боялись. Мы жили очень дружно, весело. Умели отдыхать и умели работать. И знали то, что будет завтра. Вот это самое главное. А как вам удалось воссоздать атмосферу? Ведь мы сейчас по ощущениям находимся не в музее, а действительно в какой-то квартире. Вот здесь записи карандашом возле телефона, как мы когда-то делали. Да, Кавер, вот как вы эту домашнюю атмосферу воссоздавали? Ну, так как я сказала уже, что мы сюда приходим домой, поэтому мы не хотели делать это, знаете, как вот в музеях строго. Это должно было быть так, когда люди приходят, и они приходят в дом. То есть вот когда заходят к нам в музей, в первую очередь, а у меня кровать такая была. Ой, а у меня был вот такой патефон, а у меня был вот такой магнитофон там. Или у меня была такая радиола. Вот за счет этого и получилась именно домашняя обстановка, не строгая. У нас можно потрогать, мы включаем, у нас можно все послушать. Детям можно сесть за парту пописать, те же самые одеколоны понюхать, еще и про них рассказываем. Поэтому это домашняя обстановка, это музей-дом, вот так можно сказать. А есть у посетителей какой-то самый любимый уголок, вот самая любимая часть экспозиции? Ну, взрослым нравится вот этот уголок 50-х годов, а детям больше нравится там, где игрушки, и можно, телефон не оторвешь, тоже очень нравится. И где можно пописать за настоящей партой. Вопросы наверняка задают. Мне кажется, сейчас самый интересный вопрос в этом музее от детей звучат. Вот запомнились какие-то. А как вы выжили без телефонов? А как вы жили без телефонов? Как это вы смотрели один раз в неделю мультфильмы? Вот такие дети вопросы задают. То есть ему очень интересно. Или как это интересно, тот же самый патефон заводится, и нет у него провода. Наталья Людвиговна, а есть здесь какой-то экспонат, может быть, который вам наиболее близок, наиболее дорог? Как бы сказать, тут очень много вещей из моей жизни. Ну, тут все мне дорого, честно говоря. Все абсолютно. Несмотря, что там какие-то вот эти... Потому что, я говорю, это не просто детище. Это вот все родное настолько, что я даже словами не могу сказать, понимаете. Мы, может быть, за счет этого никогда с девчонками не ругаемся, потому что мы не просто подруги, не просто создатели этого музея. Нам это не просто близко, потому что мы жили в то время. Это наш дом. И этим, по-моему, все сказано. Но все-таки это музей. У всего есть свое развитие. Вот что дальше? О чем, может быть, мечтаете? Есть какой-то экспонат, который хочется заиметь? Ну, у нас идей-то много на самом деле. Просто, честно говоря, не хватает немножко средств на эти идеи. Много чего бы хотелось сделать, экспонатов. Или, в общем-то, может быть, коллекция достаточно большая? Коллекция у нас неплохая. Коллекция фотоаппаратов хорошая у нас. Хорошая коллекция разной посуды, которая была дорога очень. Ну, хотелось бы что-то еще, наверное, из женских предметов таких, те, которые были в то время. Вот если вы потом посмотрите, там много чего интересного. Вот. То есть пополняется хорошо коллекция. И за счет людей. Ну, по возможности что-то мы сами приобретаем, когда бывает такая возможность. Всегда есть к чему стремиться? Правильно, совершенства предела нет? Нет. Нет. Потому что, я говорю, мы всегда меняем экспозицию. Мы что-то придумываем новое. Где-то что-то поменяли. Даже местами поменяешь, уже получается совсем по-другому. На Новый год мы выставляем тоже очень интересные коллекции. Коллекция игрушек старых. Дед Морозов у нас очень интересно. Поэтому мы не просто вот поставили и остановились на этом. Нет. У нас это к Новому году обязательно все передвигается. К 9 мая, там, к каким-то праздникам таким. Мы все равно стараемся немножко менять свою тенденцию в этом. Продвигаться туда. Двигаться, двигаться, двигаться. Для того, чтобы было интересно. Потому что, я говорю, люди приезжают сюда не единожды. Два-три раза привозят своих друзей сюда, знакомых. Иностранцы бывают у нас. Тоже очень удивляются, как мы жили в то время. Незакрывая дверь и ничего не боялись. Им тоже это очень интересно. То есть близко к сердцу довольно-таки. А мы продолжаем сегодня путешествовать в прошлое. И по-прежнему мы находимся в музее «Назад» в СССР. И теперь мы поговорим с еще одним основателем Татьяной Сергеевной Файзрахмановой. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Здравствуйте. Я очень долго держала этот вопрос себе. Татьяна Сергеевна, расскажите, пожалуйста, об экспонатах. Сколько их? На что мы можем полюбоваться в музее? Ну, экспонатов у нас уже, наверное, тысячи. Вот я хотела бы сказать, что вот каждый экспонат, он для нас очень дорог. Во-первых, здесь собраны личные вещи. И вообще экспозиция начиналась с личных вещей. Это вот объединились две коллекции наши. Это Светлана и Наталья. Тут мои какие-то вещи тоже есть. И, собственно, с этого началась экспозиция. Поэтому нас окружают вещи родные. То есть ничего не стилизовано. Вот все, как было из того самого прошлого. Да, и это очень важно, чтобы вещи были именно из той эпохи. Не переделанные, не подделанные, не новоделанные. А сейчас очень много дарят. И в основном дарят наши посетители. То есть они побывали у нас в музее, потом возвращаются и привозят что-то. Потому что понимают, что мы сохраним, мы можем табличку сделать, все мы помоем, очистим и выставим в экспозиции. И вот эти экспонаты, они рождают новые истории. Вот каждый экспонат тянет за собой какую-то историю. Вот я сейчас вспоминаю, как мы делали наш стенд с женским бельем. Это была целая история вообще. Нам подарили чемодан женского белья с этикетками. И вдруг родилась идея выставить это очень красиво, в раме преподнести белье. И мы рассказываем с этим историю с известным французским актером, который приезжал в 1963 году в Москву. И вот уезжая, его очень тепло принимали. А он уезжая, купил нашего белья и в Париже устроил такую выставку. Посмеялся, смотрите, в чем они там ходят. Но, в общем, каждый экспонат, он рождает какую-то историю, это обогащает нашу экскурсию. Она постоянно меняется. И вот, наверное, в чем секрет вообще популярности нашего музея. Он живой. Он живой. Здесь экспонаты, это целая история, действительно. И что-то новое дарят, мы раскапываем историю про этот предмет. И экскурсия снова меняется. Поэтому экскурсия, собственно, никогда не останавливается, да, она не мертвая, она постоянно обогащается какими-то новыми историями. Наверное, самая частая фраза, которую вы слышите, о, а у нас тоже такой был, да, у нас тоже такое стояло. Да, смешно, и люди шутят. Вот мужчина говорил, так это же мой шарф, махировый шарф, да. Он был, наверное, у каждого. Да, конечно, это как крючки, какой-то новый экспонат у кого-то обязательно разбудит какие-то свои воспоминания, да. И самое главное, люди возвращаются в детство. Детство, юность, а это всегда положительные эмоции. Лучшее время. Потому что это лучшая пара нашей жизни, да. И поэтому мы и говорим, что мы музей положительных эмоций, это наша позиция, да. Татьяна Сергеевна, расскажите, пожалуйста, вот в каком интерьере мы сейчас с вами сидим? Ведь у вас здесь все зонировано. Да, да. Первое, когда создавали мы музей, мы решили, что мы ни в коем случае не будем просто барахолкой и навалом, да, вот вещей той эпохи. Мы обязательно должны этому придать какой-то смысл и рассказывать историю. Историю нашей страны. Это вот очень важно. Мы сейчас с вами находимся в 60-х. Это очень характерная, да, обстановка для тех лет. Телевизор уже больше. Да, конечно, экран уже больше, с КВНом уже трудно сравнить. Да, это катушечные магнитофоны. Они начинают появляться уже в семьях. Прекрасный магнитофон Комета. Вот, конечно, здесь расположились, да, тоже на столике. Фотографии актеров, целый альбом. Тоже люди листают, с удовольствием вспоминают. Потому что все собирали открытки с актерами. Такое было хобби, да, коллекционирование. Поэтому, и да, мы создаем зоны, мы создаем истории. То есть вот каждый тот же экспонат, он тянет за собой какую-то историю. Вот буквально несколько дней назад нам передали в дар чемодан. Мы открываем чемодан, а там список, как мама собирала ребенка в пионерский лагерь. И это влечет за собой новую историю, целая инсталляция создается. Что было в списке, если не секрет? Ну, там много всего, резиновые сапоги, теплые плавки, и шапочка для купания, джинсовый костюм. И мы... Модник был однако. Да. Мы решили по этому списку собрать этот чемодан. И вот родилась целая история. Мы сейчас еще его наполняем, он у нас уже представлен. И уже вчера наши посетители вспоминали, глядя на чемодан, как собирали ребенка в пионерский лагерь. А это ведь целая история. Все дети ездили в пионерский лагерь. Вот так рождается, да. У вас очень много техники. Что удивительно, техника в рабочем состоянии. Это чьи-то золотые руки или это техника такая крепкая была? Ну, надо сказать, что это техника, конечно, да. Практически все в рабочем состоянии. Ну, может, что-то хуже, что-то лучше. Наша гордость – это грюндик, это подарок. Да, спасибо за него большое, нашему дарителю. Он в рабочем прекрасном состоянии, мы его демонстрируем. И вот молодежи и детям говорим, посмотрите, какой звук прекрасный. Как все было непримитивно, да, у ваших бабушек, у ваших родителей. Вот чтобы знали, да, что на самом деле были великолепные вещи совершенно. А вот вы почему больше скучаете из того прошлого? Мое детство советское прекрасное. Это, конечно, двор, да, это, конечно, друзья, разбитые коленки, целый день на улице, сколько игр. Это, конечно, дружба, ссоры, сколько книг было прочитано. Все это воплощалось во дворе. Кто про мушкетеров прочитал, все играют в мушкетеров и так далее. Ну, это игры детства абсолютно какое-то счастливое. Ну, как вы думаете, наши дети, вот, когда вырастут, будут с такой же теплотой свое детство вспоминать? Более цифровое, конечно. Да, это естественно. Это, естественно, ход истории, все развивается, все меняется. Так должно быть. Мы ни в коем случае не должны застревать, да, в своем детстве, оставаться там и призывать, чтобы было так же. Нет, все правильно, все должно развиваться. Конечно, я думаю, дети будут с удовольствием вспоминать свое цифровое детство. Ну, и прошлое тоже забывать, конечно, не стоит. Конечно, да. Да, это кто забывает свое прошлое, да, тот стреляет в свое будущее. Известные слова, конечно. Надо гордиться своей историей. Это история наших дедов, наших отцов. Ее в любом случае надо знать, изучать, вот, через такие музеи, через вещи какие-то, да, прикасаться к ним. И надо помнить и гордиться. Это ваша сторона. Так я так понимаю, что здесь, кроме того, что много экспонатов можно потрогать, еще и мастер-классы какие-то проводятся. Да, у нас прижился так хорошо мастер-класс по выжиганию. Вот, причем этот мастер-класс обожают родители и дети. Обожают родители. Папы садятся рядом с детьми, вспоминают вот этот запах дерева. С удовольствием проводим такой мастер-класс, да. А мамы не остаются в стороне? Мамы, да, конечно, вообще творческий процесс, да. У нас есть такая игрушка, которая выжигает кольцеброс, буратино знаменитый. Но, да, каждый по-своему это делает. Это творчество. Да, мамы тоже с удовольствием выжигают. Ну, и, я так понимаю, что можно еще и полакомиться чем-то очень вкусным. Да, так получилось, что в этом помещении нам досталась профессиональная кухня. И нам нужно было ее как-то приспосабливать к жизни. Но поскольку жарить здесь мы точно ничего не можем, как все говорят, чебуреки обязательно. Да, просто здесь экспозиция рядом находится. Родилась, такая естественная, мне кажется, родилась идея открыть пельменную. Да, и наши пельмени, они, пельменную живет своей жизнью. Мы ими гордимся. Все руками слеплены. Все руками слеплены, да. У нас прекрасный коллектив лепщиц. Вот, у нас пельмени всегда делаются с огоньком, с песнями, с какими-то шутками. Лепка у нас проходит всегда очень весело. Это вот, наверное, наш в этом секрет, да, что как-то все с душой. Да, все с душой. Татьяна Сергеевна, как попасть в музей, как работаете и действуют ли сейчас какие-то ограничительные меры в связи с пандемией? Да, конечно, мы соблюдаем масочный режим. Это все по правилам. Музей наш работает с 11 утра, в будни до 7, в выходные до 8. Ну, в общем, до последнего посетителя, конечно, мы остаемся, потому что у нас люди иногда проводят вот буквально по полдня. В музей, потом в пельменную, и чай, и надолго компании могут остаться. Приезжайте в гости, приезжайте в гости, вы наши гости, мы так и говорим, да. Встречая посетителей, мы говорим, да, проходите, вы наши гости, да. Предварительная какая-то запись нужна, не нужна? Нет, у нас сложилась очень интересная система, поскольку у нас экспозиция составлена по кругу, мы целый день практически ходим по кругу, особенно в выходные. И вы где приходите, присоединяетесь, там же вы останавливаетесь, да. Хотите, два круга можете пройти, кстати, это такая нередкая история. Вот, поэтому в любой момент от двух человек мы проводим экскурсию. Спасибо большое, надеюсь, что наша встреча была первой, но далеко не последней, и мы, как и большинство ваших посетителей, еще обязательно вернемся. Спасибо. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами, и еще один вариант его провести, это приехать в Звенигород в музей, назад в СССР. Я уверена, что вам здесь понравилось. Всего доброго, до новых встреч на ОТВ.